Великий Чужой. Чем Запад отличается от остального мира? Рекогниста на Дзене за 13 мая 2023 года. По моим подозрениям, это еще один канал Андрея Фурсова. Во всяком случае, стиль написания одинаковый. Поехали. Один из ракурсов, в котором наглядно виден разлом между Западом и остальным миром, крайне негативное отношение к хаосу, к текучему, неготовность к неуправляемости и непредсказуемости мира. Мы можем наблюдать это отношение буквально во всех сферах западной жизни, от геополитики до семьи. А в основании всего этого лежит уникальный для нашей планеты психоисторический феномен, который для краткости можно обозначить как общество договора. Зародевшись тысячелетия назад в торговых городах Восточного Средиземноморья, оно определило облик и всей современной западной цивилизации, всю ее жизнь и ее смерть. Порядок, основанный на правилах, это вершина айсберга, геополитическое воплощение общества договора, постоянные разработки очередного супероружия, которое закрепит господство навсегда, будь то атомная бомба или искусственный интеллект, внутренняя необходимость держать в свои руки все доступные и недоступные рычаги влияния, экспансивность в степени обсессии, окончательное решение вообще всех вопросов и прочие попытки завершить такую историю. Все это отражение на макроуровне одного и того же внутреннего состояния, условно непереносимости текучего. В западной прошивке как будто отсутствует то, что позволяет нормально встречать повороты судьбы и отвечать на них по мере возникновения. Обязательно нужен план, проект, договор. Бог-архитектор и его строительная бригада в лице наиболее достойных мировой элиты. Все течет, все меняется, говорит Восток. Мы это исправим, отвечает Запад. Русская дурашливость. Это насмешка над рацио Запада, измерившего все критериями. Нужно и не нужно, прибыльно и неприбыльно, серьезность и детскость. Ноль и один, да и нет. Русская выпадает из всякого определения. Русскую душу не счесть путем калькуляции. Всегда приятно знать, что с точки зрения мещанского Запада русский человек не удался. В этом видна страсть европейца к расчету, к проекту и договору, к прибыли, наконец. Русскому это противно. Русская нет. ВК. Знаменитая европейская конформность, ритуализованность взаимоотношений, навязчивость моды как потребности соответствовать заданному общественному стандарту и серьезный дискомфорт, когда ты из этого стандарта выпадаешь. Проявление этого принципа на психологическом уровне. Сверхрегламентированность повседневной жизни. Высокий уровень общественного порядка. Культ права и культура отмены. Проявление того же на макросоциальном уровне. Семьи и партнерства. Свадебный клятвы, брачные договора и подсчет вклада в отношения воплощают тот же принцип на микросоциальном уровне. Все это складывается в атмосферу тотального недоверия, которым пронизано либеральное западное общество от элит до низов. Там, где есть доверие, договор не нужен. Там, где есть договор, нет места доверию. Персонажи американских фильмов и сериалов регулярно повторяют столь же стандартный сюжетный узел, что и влюбленность или преступление. Столь же банальная фраза, что и я тебя люблю. Никогда больше и тому подобное. В этой капле можно увидеть море. Критичность именно лжи, а не самого действия или события, ее спровоцировавшего, очевидным образом отсылает к договору. Мы имеем дело с обществом, где договор сакрализован и где любые отношения – суть договор. Отношения, близкие договорным в квадрате. Отсюда и большая чувствительность к самому факту лжи. Более того, этот договор часто имплицитный, заключенный по умолчанию. Раз уж ты с кем-то взаимодействуешь, значит берешь на себя такие-то обязательства. У кого что болит, тот о том и говорит. Борьба с коррупцией становится национальной идеей только там, где от коррупции не продохнуть. Специальные законы о запрете рабства принимаются там, где вопрос актуален и т.д. Болезненное вздрагивание от всего, что напоминает ложь или может быть ее названо. Столь же очевидный признак ее вездесущности, чуть ли не тотальности, от чего и нужно быть постоянно настороже. Макропроцессы цивилизационных противостояний легко можно увидеть и перейдя на микроуровень человеческих взаимодействий. Когда из-за общества полностью исчезает доверие, оно вымирает. Когда исчезает сама возможность построения близких доверительных отношений, дискомфорт от соприкосновения с другим человеком ничем не компенсируется. Раньше в западном обществе, в том числе и в семьях, тоже в каком-то виде присутствовал договор. Но было и что-то другое, что-то помимо него. Сейчас остались только взаимодействия в полностью регламентированной среде. Поэтому институт семьи, как таковой, там закончился. К сожалению, российские семьи во многом болеют тем же самым. Формализованность внешнего при отсутствии глубокого внутреннего часто превращает семью в опереточное действие с расписанными ролями. Одиночество и страх одиночества это не просто широко распространенные чувства, но и твердо установленные факты нашего времени, прочно укорененные в жизненном опыте текучей современности. Но таким же фактом является и стойкое отвращение ко всему тому, что могло бы стать радикально действенной вакциной от одиночества или хотя бы временным противоядием против его невидимых токсинов. Радикальное отвращение ко всяким долгосрочным и особенно неспецифичным взаимным обязательствам, которые могли бы радикально побороть одиночество. В атмосфере мимолетности и временности никакое долгосрочное планирование, даже если оно основано на приятном для видимости договоре о взаимных обязательствах не вызывает доверия. Долгосрочность расширяет область рисков, значительно увеличивая число неизвестных при каждом почете прибыли убытков и вероятности успеха или провала. Когда под сомнение ставится надежность любых отношений и любой альянс сводится к статус для данного случая сети конфедерации и заговоры едва ли прогонят призрак одиночества, этот призрак парит над человеческими общностями всех уровней, сверху до низу лишая любой вид радующих сегодня межличностных связей, даже тщательно выстроенных долгосрочной перспективы. Зигмунд Бауман Когда человек рождается на свет, чувство его будущего доверия и миру целиком связано с матерью. То, насколько она его принимает и любит, насколько сильна связь с ней в детстве воплотится в то, насколько подросший человек будет принимать и любить мир и людей в нем, а также, насколько он будет милосерден к ним. В то же время в метафизическом плане с хаотическими, текучими, неупорядочными энергиями во всех культурах связано женское начало, существующее в динамическом балансе с мужским. В следующих заметках мы поговорим о том, почему в западной религии и выросшем на ней менталитете на протяжении тысячелетий фактически отсутствует как таковая фигура божественной матери или божественной жены, как исчезновение этой фигуры превратило бога-отца в богостроителя, и как чувствуют себя люди, над которыми такое тотально дисгармоничное небо, как себя ощущает среднестатистический западный человек. Этот же взгляд позволит нам понять, почему запад никогда не останавливается, и почему борьба с ним фактически не имеет конца. проблема неолиберализма как образа экономики, политики и мысли в его полной несовместимости с какой-либо человеческой культурой. Во всех культурах есть понятие священного, неизмеримого критерием целесообразности или материальной выгоды. Это всегда прочнее и надежнее разрушительной машины именуемой западной цивилизацией. Отсюда страх системы перед крестьянами, коренными народами и любыми проявлениями человеческой духовности. Система искренне не понимает и поэтому боится этого. Она знает, что эта территория связь всех времен и пространств, на которой любая ее манипуляция бессильна. Олег Ясинский. Автор читает все реакции на статьи и благодарит комментаторов за отклики и содержательные дополнения. Имеется в виду Дзен. О моем YouTube-канале Андрей Фурсов скорее всего даже понятия не имеет. Великий Чужой, чем Запад отличается от остального мира. Продолжение следует... Продолжение следует...